Дождались, провели, все получилось. Более 20 сельхозпроизводителей собрала первая в округе пасхальная ярмарка. Фермерские хозяйства привезли на выставку продажу молочную, мясную, продукцию, выпечку и даже живых петухов. Местные товары раскупили быстро и с большим удовольствием. Впрочем, неудивительно, эту ярмарку горожане и гости ждали долго и с большим нерпением. Переносимся в мир торговли. В субботнее утро на площади Маратсей выглядит необычным. Повсюду торговые палатки, яркие упаковки с продукцией и продавцы, ожидающие покупателей. Это сельхозпроизводители Ненецкого округа собрались вместе на первую пасхальную ярмарку. Молочная, мясная, рыбная и зеленая продукция, выпечка и готовые шашлыки – все местного производства. У палатки кооператива «Харп» очередь самая длинная. Покупатели не мелочатся. Масло берут коробками, сливки по 5-10 штук. Я всегда поддерживаю производителя села. Всегда. Потому что я знаю, что они замечательные трушники и они хорошую продукцию делают. Всегда у них на совесть все. Вот. И берем с удовольствием. Видите, какие очереди, да? За считанные часы кооператив продал 200 килограммов мяса и более 150 кило молочной продукции. Причина столь успешной торговли – на прилавках городских магазинов найти ее сложно. Например, молоко и сметану из Великовисочного. Сколько взяли молока? Много. Много? Восемь. Восемь коробок. Потому что височное хорошее. Височное молоко хорошее. Ценницы разлетаются, в лед уходят, когда привозят. Ярмарка – не только возможность продать. Здесь можно показать свой товар. Олег Павленко – начинающий фермер. На выставку принес свой первый результат труда – петухов. Планирует также выращивать перепелов, индеек, уток и гусей. Чтобы познакомить наринмарцев со своим товаром, пришел на ярмарку. Вы уже брали? Ну, до этого продавали, но сейчас на ярмарке еще нет. Пока спрашивают, смотрят. Да мы так привезли больше, наверное, для детей. Название пасхальной ярмарка получила не случайно. Она проводится в первую неделю после воскресения Христова. В эти дни, согласно православным традициям, принято устраивать массовые гуляния, ходить в гости и готовить праздничные угощения. Каждый из нас должен в своем сердце ожить духом, сердцем, любовью, истиной. И не просто прийти на ярмарку, потому что посмотреть, купить, а для того, чтобы доказать своим приходом, что Христос воскрес, и не просто воскрес, а воскрес в светлый день Христового воскресения. По словам организаторов, первую ярмарку можно считать состоявшейся. Она объединила 19 организаций города, населенных пунктов и Кировской области. Каждый участник получил бесплатное торговое место и много покупателей. Я думаю, что на организаторском уровне и что касается самих сельскохозяйственных товаропроизводителей сделано все возможное. Единственное, что, конечно, зависит не от нас, это небесная канцелярия, это погода. То есть северный пронизывающий ветер, конечно, это не самая приятная вещь, но уверен, что людей будет много. Участники ярмарки также остались довольны. Чем хороша? Во-первых, люди все вышли, весна же, все вышли, Все увидели, что у нас есть нового, красивого, как пошла зима, с чем мы новую встречаем весну. Красиво, солнышко светит радостно, почему нет? Очень нравится. Следующая ярмарка сельскохозяйственных производителей состоится осенью, 14 октября. Она будет приурочена к празднику Покрова. Продолжение следует...